Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина. Это программа «День с толком». Некоторые темы выпуска прямо сейчас. 5 миллиардов рублей в ближайшие 4 года. Власти посчитали вложения в отопительную систему Ярового. Поближе Бирюзовая Катунь, потеплее Египет. Куда, если не дома, отправляются встречать Новый год? Не знаете, чем занять себя 1 января? Барнаульцев приглашают на массовую пробежку. Итак, 5 миллиардов рублей требуется вложить в Яровое, чтобы устранить все проблемы отопительной сферы города-курорта. Губернатор Виктор Томенко провел специальное выездное совещание, чтобы понять, как предотвратить постоянные аварии на ТЭЦ в будущем. 4 дня, где будет за 20, однозначно все будет нормально. Пройдем на двух котлах. Губернатору докладывают о состоянии ТЭЦ. Пока здесь все вроде бы работает нормально, да и коллектив почти сохранен. Но станция старая, оборудование часто выходит из строя, поэтому внештатные ситуации случаются. К тому же обслуживающий станцию МУП в плачевном финансовом состоянии. Это сотни миллионов, которые приходится уже сегодня выделять для того, чтобы поддержать хотя бы текущее состояние. Но у нас текущее состояние не устраивает. Надо усиливать надежность. Придется здесь серьезные решения принимать. Они тоже будут требовать серьезных ресурсов, денежных в первую очередь. Николай Бачурин, исполняющий обязанности главы Ярового, указал на ряд важных проблем. Во-первых, по решению суда требуется заменить большую часть теплотраз города. Трубы прокладывали еще в 60-х. Нужно отремонтировать три котла на ТЭЦ. Причем важную роль в этом отводят подрядчику, который должен предоставить всю техническую документацию. А еще необходимо закупать уголь, причем делать это уже весной. С мая по октябрь завести хотя бы 40 тысяч тонн угля. Мы знаем, что этот уголь, который мы покупаем, нам будут продавать, другого на него продавать. Он слегка влажный. За лето он будет в идеальном состоянии, если мы его завезем летом. Тогда нам позволит, скажем так, больше половины осенне-зимнего периода пройти с этим углом. Для решения всех проблем требуется финансирование. По словам губернатора, более 5 миллиардов рублей на ближайшие 4 года, которые нужно заложить в бюджет. А для этого потребуется серьезный разговор с депутатами КЗС. Также нужно решить вопрос об установке нового котла на ТЭЦ, единственном источнике теплоснабжения. Вопросы безопасности и жизнеобеспечения всегда будут на жестком контроле властей, подчеркнул глава региона. А между тем депутаты горсобрания Ярового написали Томенко письмо в поддержку отстраненного от должности мэра. Они опасаются, что это может привести к кризису власти в Яровом. Кстати, почти 90 тысяч жителей края уже получили компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе и на твердое топливо, которое в этом году значительно выросло в цене. Господдержка полагается как федеральным льготникам, так и краевым. У нас в Алтайском крае установлено на 1 квадратный метр может приходиться 0,064 тонны угля. Если гражданин больше потратил 0,007, то компенсация будет рассчитываться из 0,064 тонны на 1 квадратный метр. Ограничения в выплате имеются и по площади. К примеру, если ветеран проживает один, то ему возместят расходы на оплату лишь 33 квадратных метров. Это несмотря на то, что человек может проживать в 50. А вот инвалидам помощь выплачивается на всю занимаемую площадь. Средний размер компенсации на уголь в Алтайском крае пояснили в ведомстве 3100 рублей. Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в управление соцзащиты или МФЦ и предоставить чеки или договор о покупке твердого топлива. В Барнауле на перекрестке, где недавно погиб ребенок, установили светофоры. Речь идет о пересечении проезда северного Волосихинского и улицы Шумакова. В ноябре там насмерть сбили 13-летнюю девочку. В итоге на данном участке установили 12 транспортных и 8 пешеходных светофоров, а также 4 светильника для подсветки пешеходных переходов. Цена безопасности более 2 миллионов рублей. Маленькая жительница Барнаула Юли Алтуховой нужна помощь. У девочки редкое генетическое заболевание, отчего она задыхается. Семья срочно ищет средства для покупки нужного аппарата. Подробности у Анастасии Болотиной. Еще год назад маленькая Юля была обычным ребенком. А затем врачи обнаружили у нее синдром Ли – генетическое заболевание, из-за которого в марте девочка начала задыхаться. До сих пор мы не восстанавливаемся. Ребенок в плохом самочувствии в последние дни. Особенно и анализы плохие, и дыхание плохое. И я понимаю, что настало время, когда ребенку аппарат для дыхания жизненно необходим сейчас. Аппарат, говорят алтайские врачи, есть. Универсальный вентилоджик. Но московский пульмонолог заявил Анастасии, что девочке он противопоказан. Нужен другой – призмалаб стоимостью 450 тысяч рублей. А у Юли тем временем каждую ночь останавливается дыхание. Сатурация, пульс. Если низкий, аппарат пищит, и, естественно, я просыпаюсь, и ребенка бужу, значит, она не дышит. Кислород им не очень полезен при нашем заболевании, но иногда, когда сатурация низкая, мне приходится его включать. По мнению специалистов, опасений усугубления состояния ребенка при применении аппарата вентилоджик ЛС неинвазивной ИВЛ нет. На 30 декабря 2021 года запланировано подключение ребенка к данному аппарату на дому при согласии законного представителя. Но Анастасия не прекращает поиски способов спасти жизнь дочери. Так, за границей разрабатывают лечение от поломки гена. Юля уже в очереди, но сроки программы неизвестны. Поэтому сейчас ее мама просит помощи у всех неравнодушных, чтобы собрать средства для нужного аппарата. Наше отношение к этой ситуации такое же, как и к любой подобной. Мы хотим как можно скорее собрать необходимую сумму и помочь маленькой Юле. Осталось собрать всего 50 тысяч рублей. Если вы готовы помочь девочке, семья будет благодарна. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов, День с толком. Необычный подарок к Новому году получили педагоги 166-й Новоалтайской гимназии. Накануне праздника они могли бесплатно выбрать стильную оптику. От проверки зрения до новой качественной и стильной оптики. Такой подарок к Новому году получили учителя 166-й Новоалтайской гимназии. Лидер российского оптического рынка компания «Айкрафт» реализует федеральный благотворительный проект по поддержке здоровья зрения населения Российской Федерации с 2019 года. Дарит здоровье зрения школам, больницам и поликлиникам. В этом году «Айкрафт» позаботился и о тех, кто учит шире смотреть на мир в Новоалтайске. Нам очень важно позаботиться о педагогах, о учителях, о врачах. Ведь оно всю свою жизнь тратит, помогая нам, нашим детям. Этим проектом мы выражаем благодарность 166-й гимназии города Новоалтайска и их сотрудникам, учителям за их труд, за отверженность, особенно в наше непростое время. Учителям провели бесплатную консультацию, проверили состояние глаз на специальном высокоточном оборудовании, после чего изготовили педагогам очки по индивидуальному рецепту на собственном производстве компании. Пожалуйста, примеряйте, вот у нас большое зеркало. Очки компания произвела на своем уникальном роботизированном производстве и единственном высокоточном оборудовании подобного класса на территории всей Восточной Европы. Такой подарок сильно порадовал участников проекта. Получать подарки приятно, а получать их к Новому году вдвойне приятно. Тем более такой стильный, качественный продукт. Большое спасибо компании «Айкрафт», потому что имела опыт общения с другими представителями точно таких же услуг. Но как здесь консультанты оказали нам внимание, очень тщательно подошли к каждому. И поэтому мы долго ждали, но действительно, как сказали, что подарок дорог. В этом году компания «Айкрафт» осчастливила учителей и врачей из разных городов России. Ну а педагоги из Новоалтайска уже смогли увидеть мир по-новому. С наступающим основным образом. Большое спасибо компании «Айкрафт». Вручение очков прошло в торгово-развлекательном центре «Парк» на втором этаже в оптике «Айкрафт». София Цинк, Алексей Фризин. День с толком. Вакцина и биткоин – самые популярные слова в соцсетях по итогам 2021 года. По данным медиалогии, их упомянули 80 миллионов раз. Следующие в списке – пандемия, мигрант, олимпиада и QR-код. Мы провели свой опрос, с какими словами чаще всего работали наши журналисты. Мы много про коммуналку писали. А, управляющей компанией. Работа. Дедлайн. Отсутствие от сна – это два слова. QR-код. ЖКХ. Больница. А из счастливого? Из счастливого? А я тебе ничего не скажу. Я не знаю. Коровы. Фуражная корова. Так как я больше в спортивной сфере, для меня это, конечно, была гребля и ралли «Шелковый путь». Чего мы там писали-то? А ты что-нибудь вообще писал? Вы, кстати, что, готовы праздновать-то? Ковид, зарплата, дефолт. Хватает денег? Нет, конечно. Манты. Как думаешь, следующий год чем запомнится? Следующий год. Хотелось бы, чтобы только хорошими новостями. Но без плохих, наверное, никуда. К другим темам. Спрос не ажиотажный, но он есть. Туроператоры Барнаула подводят итоги года и констатируют, что провести новогодние праздники за пределами города собрались многие. Где наших все еще ждут за рубежом, а также в пределах края и во сколько обойдется отдых, расскажем далее. На Алтай последние пару лет с удовольствием едут туристы из Центральной России. Этот Новый год не исключение. Белокуриха – главное место притяжения. Здесь и красиво, и лечат хорошо. Говорят, пользуются спросом и район Аи, как и Бирюзовая Катунь. Покупают путевки и жители края. Раскуплено почти все. Хотя цены выросли, правда, в пределах инфляции, утверждают туроператоры. Пять тысяч на человека – средняя цена размещения. В допандемийное время для сравнения было три с половиной. Люди едут туда, где можно получить отдых разнообразный. На классические популярные объекты, которые сочетают, например, и возможность горных лыж, возможность отдохнуть, расслабиться, совершить какие-то СПА-процедуры, совершить какие-то активности алтайские, типа катания на хаске. Также пользуются устойчивым спросом. Новый год у моря тоже всегда был популярен. Из-за пандемии, правда, морских направлений поубавилось. Если говорить по ценовому сегменту, то наиболее выгодным явился Египет для наших туристов. Также система «Все включено». Красное море, ну, там немного прохладнее, чем, например, те же самые Мальдивы, та же самая Доминикана. Здесь ценовой диапазон, конечно, чуть более высокий. А именно, если Египет с заездом 1 января обойдется на 11 дней чуть более 90 тысяч на двоих, то Доминикана уже в 240. К слову, там и тесты никакие не требуют. Едет народ также в Эмираты и тайскую песочницу на Пхукете. Ну, а в целом, туристическая отрасль в этом году немного окрепла по сравнению с предыдущим. Очень ждут туроператоры и возобновление регулярных сообщений во многие любимый Вьетнам. Скорее всего, это будет доступно уже на весенние праздники. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. За новогодним настроением в Барнауле принято ходить правильно на площадь Сахарова. Моя коллега Анастасия Наборщикова вспомнила, как проводили там детство, и выясняла, с такой же охотой идут на площадь сегодня. Это фотография 2004 года. На ней я, Средянка. Тогда на Сахарова еще были горки, и площадь была местом притяжения всех горожан. Я предлагаю вам вспомнить то время и прогуляться сегодня. На Сахарова праздник пришел только в 80-е. До этого елку ставили на площади Свободы или даже на нулевом километре. Было и такое. Но здесь елка выросла значительно. Например, к 99-му году это уже 22 метра, а сегодня все 30. Сибирь должна быть вся в горках зимой. Это же ведь прелесть-то какая. Бабушки то катаются. Сегодня здесь стоят машинки, а вот в году 7-8 здесь была горка. Высокая, с выражаемой. Горка-спираль. На ней катались преимущественно ребята лет 14-16, и меня тогда, восьмилетнюю девочку, конечно же, не пустили. Было опасно. Они сами как-то, знаете, регулировали этот момент, и травм таковых не было. А вот в центре стояла самая большая горка. По воспоминаниям тет, дядь, мам и пап, высотой метров 7-8. А зачем вы продаете ледянки? Нет же горок. А внизу на сконах катаются. А это безопаснее, считаете? Ну, не знаю, но вообще люди как бы немножко возмущены. Снегурочка и Дед Мороз. Почему они бледные-то? Неужели краски не хватило разукрасить их? Вообще в 2000 году снежные фигуры делали вот так. Их, кстати, было намного больше. А вот ледяные скульптуры вообще делали иначе. Раньше привозили маленькие куски льда, склеивали между собой и выстраивали фигуру. Сегодня же привозят большие плиты льда. Слезь ее! Вообще сегодня во главе иллюминация. Но ждать, пока все загорится вокруг, мы не будем. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать все успеть. Также и себе пожелать, потому что уже пора шинковать селедку под шубой. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Ну что ж, чуть больше суток остается до главного праздника. И по восточному календарю мы с вами будем встречать год черного водяного тигра. Ирина Корчагина расскажет о барнаульских тиграх и о том, чего ожидать от хвостатого символа года. Маяк – молодой обитатель зоопарка «Лесная сказка». По сути, еще и гривый котенок только 200-килограммовый. И съедает такой котенок по 10 килограммов в день. Маяку два года, и пока у него еще не получается стать папой. Хотя его подруга Фифа уже давно намекает об этом. Но сотрудники зоопарка уверены, через несколько месяцев семья бенгальских тигров станет больше. У них было долгое к друг другу привыкание. Бои были, что видно по маяку и по Фифе, что нос в царапинах. Но ничего, привыкли друг к другу. Они у нас очень контактные в плане, что могут подойти, когда к ним приходишь. Они реагируют на тебя, играются. А еще сородичи маяка и Фифы находятся на грани вымирания. Только за последние 80 лет человек уничтожил три вида тигров. Хочется верить, что символ следующего года окончательно не исчезнет на нашей планете. Эта кошка уверенная, эта кошка надежная, эта кошка мощная, эта кошка сильная. Вот вы знаете, мне кажется, такой год должен быть. Потому что, я честно признаюсь, слушал вчера по Центральному каналу мнение астрологов. Так вот, астрологи говорят о том, что со следующего года как раз именно начинается ситуация улучшения всей общественно-политической жизни в стране и в мире. И я уверен, что это как раз способствует именно год тигра. Вот такой вот знак, потому что тигр это сила и мощь. А это уже многодетная мать Багира. Если среднестатистическая тигрица рожает один раз в три года и обычно по четыре котенка, то Багира всего за четыре года уже родила 16 тигрят от своего шерхана. В лесной сказке считают, что 2022 год может тоже для многих стать плодовитым. Тигр это животное, которое социальное, это животное, которое приветствует создание семей и, естественно, появление малышей. То есть это такой вот намек для тех, у кого еще нет семьи? Совершенно верно. Если у кого-то еще нет четверых детей, то, наверное, совершенно спокойно можно в этом году это сделать и завести себе, по крайней мере, по одному. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Встречаем Новый год и грамотно его начинаем. 1 января всех желающих приглашают на пробежку. Барнаульские моржи во главе с Александром Зеленецким практикуют активный отдых. И как это выглядит, расскажет Дмитрий Дроздов. Алтайские моржи – одни из главных поставщиков необычных новостей. Так и Новый год тоже в экстремальном режиме. 1 января – утренняя пробежка. Павел Сокрутов в банде моржей много лет. Закалялся, а потом и побежал. С тех пор ни одно 1 января не провалялся на диване. У нас тоже традиция, у нас уже 10-й забег будет. Присоединяемся, потому что мы за здоровый образ жизни занимаемся этим давно уже. Закаливанием, плаванием, бегаем на лыжах, на турниках. Ну, у нас очень много всяких заморочек, которые делают. Но для здоровья это полезно? Очень полезно. Посмотрите на нас, каким здоровым, пушим здоровьем, не болеем никогда. Но к такой нагрузке стоит готовиться. Телу нужно привыкнуть к зимнему бегу. Можно начать с холодного душа или обтирание снегом. А потом уже можно бежать и в шортах. В любой форме. Самое главное видно, что холод, во-первых, будет более прохладно. Ну, градусов, наверное, 18 будет, 17. Это некомфортные условия, но мы наиболее подготовленные. Таким пробежкам, кстати, 10 лет. За это время к активному Новому году моржи приучили и обычных горожан. Так что 1 января готовьтесь увидеть на проспекте Ленина пару десятков бегунов. Мы докажем всем жителям Алтайского края России, что можно встречать Новый год трезво. И это самый главный фактор. Это главное здоровье, борьба с коронавирусом и со всеми заболеваниями. Всех желающих ждут 1 января в 12 часов у памятника Ленина. Разминка и легкий трехкилометровый кросс до речного вокзала. А затем на машинах до водного мира и в баню. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Ну что ж, у меня на этом все. Хорошего вам предпраздничного настроения. Завтра смотрите итоговый выпуск с Анастасией Дороган. Ну а я с вами увижусь уже в новом году. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok